Погрузились в культуру. Жены лидеров 10 стран африканского континента посетили сочинские достопримечательности. Делегация саммита «Россия-Африка» высадила в Сочи 30-ти миллионных саженец. Участники форума приняли эстафету по восстановлению лесов. Все флаги в гости к нам. В порт Сочи в следующем году будут заходить 6 иностранных круизных лайнеров. Приземлиться нужно правильно. В Сочи проходят тренировки космонавтов. Им помогают 40 спасателей. В Сочи стартовал саммит «Россия-Африка». Он проходит под сопредседательством Владимира Путина и египетского лидера Абдель-Фатаха Ассиси. На мероприятие приглашены руководители всех стран африканского континента. Участники саммита уже оценили, как Сочи умеет принимать гостей. Гости форума не только проводят время на заседаниях. Они уже успели осмотреть Сочи и его достопримечательности. Мероприятие такого масштаба, когда в городе одновременно присутствуют десятки президентов разных стран с супругами, а также международные делегаты, проходит в Сочи впервые. Поэтому подготовка к саммиту «Россия-Африка» началась заранее. В Сочи работает городской оперативный штаб, который в том числе и помогает гостям ориентироваться в городе и организует экскурсии по достопримечательностям. Красивый город. Я впервые в Сочи. Это просто рай для нас. Я думаю, что моим коллегам тоже здесь очень понравилось. Прекрасная страна. Это хороший город, красивый город. Он очень дружелюбный и гостеприимный. Я думаю, мы уедем отсюда с прекрасными впечатлениями. С природой и архитектурой Сочи познакомились и жены лидеров африканских стран. Гости побывали в парке Дендрари и на вилле Надежда, в которой сейчас размещена мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству основателя парка Сергея Худякова и истории балета. Здесь в камерной обстановке для них организовали концерт, в котором звучали классические оперные арии. Музей истории Сочи живой интерес супруги лидеров африканских стран проявили к макету Ахштырской пещеры, одной из первых стоянок человека на территории Сочи, а также истории возникновения и предназначению кавказских мегалитов-дольменов, задавали вопросы о природе и животном мире региона. С большим уважением гости отнеслись к эпохе Великой Отечественной войны и вкладу Сочи в дело восстановления раненых бойцов Красной Армии, за что наш город награжден орденом Отечественной войны первой степени. А в Зимнем театре делегация ознакомилась с историческими интерьерами. Гости были приятно удивлены выставке «Африка», которая развернулась в фойе Зимнего театра. Завтра супруги глав африканских государств планируют знакомство с инфраструктурой лыжных курортов в горах. Мы говорим о событийном туризме как отдельном виде туризма. Я думаю, что это лучшая реклама не только нашего города, но и в целом Краснодарского края России на африканском континенте. Саммит «Россия-Африка», уверенный в администрации Сочи, поможет наладить не только дипломатические и экономические отношения, но и повлияет на развитие туризма между странами. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, телекомпания «ФКТ». Вообще, к масштабному событию на курорте начали готовиться за несколько месяцев. Сейчас ход форума контролируют члены Оргкомитета. А вопросы, связанные с уборкой территории и работой транспорта, решают в городском оперативном штабе. Так, в районе Олимпийского парка запрещен проезд неаккредитованного автотранспорта. Также по дорогам запрещено движение большегрузов. Но мусор будут вывозить исправно. Вывоз мусора осуществляется только в ночное время. С 23 часов до 6 утра. Дежурные от департамента городского хозяйства в ручном режиме координируют работу по вывозу мусора. Улицы Атлерского района патрулируют с раннего утра и до позднего вечера. Задача одна, чтобы Сочи встретил гостей из жаркого континента чистым, ухоженным и безопасным. Как все построено, вообще, очень все продумано, как надо. И надеюсь, что наши гости из Африки также будут смотреть, как тут все строится. И мы также будем стараться развивать наши города в Африке. Безопасность проведения саммита экономического форума «Россия-Африка» в Сочи обеспечивают представители всех силовых ведомств, в том числе военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Росгвардийцы вместе с правоохранителями обеспечивают общественный порядок в местах проведения мероприятий в аэропорту, на вокзалах, автомобильных магистралях и на акватории. Инженерно-досмотровые группы Росгвардии обследуют объекты, а также прилегающие к ним территории. Сотрудники авиационного отряда с помощью комплексно-высотного видеонаблюдения круглосуточно наблюдают за обстановкой в Олимпийском парке. В прибрежной части росгвардийцы патрулируют акваторию на катерах. Делегация саммита «Россия-Африка» высадила в Сочи 30 миллионов саженец в рамках акции «Сохраним лес саженцы пихты» высадили в Сочинском парке «Южные культуры». Мероприятие стало частью масштабной общенациональной кампании по восстановлению лесов, старт которой Министерство природы России дало в сентябре. Высаженные сегодня хвойные деревья позволили достигнуть рекордной отметки всероссийской акции «Сохраним лес». Посадил 30-миллионное дерево президент Гвинеи, а возглавил делегацию министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин. Мы предложили нашим африканским друзьям, потому что такие проблемы существуют не только в России, в том числе и в Африке. Там есть серьезные программы по проблемам опустынивания. Мы сделали 30 миллионов посадка деревьев и максимально привлекали, конечно, нашу молодежь, наших детей, волонтеров в том числе, которые должны участвовать в этих акциях. Это в том числе связано с большим количеством пожаров, которые этим летом были по всей Сибири. В связи с климатическими изменениями они касаются не только России, но и африканские страны. Именно поэтому мы здесь и с ними. Акция продлится еще полторы недели, а это значит, что 30 миллионов – не окончательная цифра. В целом это мероприятие не только положило начало возрождению российско-африканских отношений, но и показало, что вопросы экологии, сохранения и восстановления природных богатств едины для всех стран и народов. Министр природных ресурсов России отметил, что реализация проекта «Сохраним лес» должна иметь международное продолжение и передал символическую эстафету африканским коллегам. Очень важно сохранять природу в условиях изменения климата. Мы в нашей стране тоже начали кампанию по сохранению растительности и, в частности, запретили вырубку некоторых видов деревьев. Я рад за россиян, за жителей Сочи и поздравляю вас с тем, что вы являетесь участниками такого мероприятия. Земля – это наш дом. И все мы должны объединить свои усилия ради одной общей цели – сохранения природы. Деревья символизируют жизнь, рост, продуктивность, и мы вдохновлены этой природой, впечатлены парком южной культуры. В Маврикии мы также реализуем программу по выращиванию деревьев, и это то, чему мы учим в наших школах. Дендрологический парк южной культуры расположен недалеко от Олимпийского парка, где и проходят мероприятия саммита и форума «Россия-Африка». Саженцы выращены в теплицах учреждения и хорошо адаптированы к климатическим условиям региона. Это местная, она называется Кавказская пихта, пихта Нормана, она ее описала, которая живет именно в нашем регионе на Кавказе. Ему достигает высоту 60-70 метров, в обхвате, в объеме 1,5 метра, живет 150-170 лет. Южная культура – это один из старейших парк Адерского района, он более 100 лет ему. У нас последние за 25-30 лет два было больших смерча, и процентов 50 парка было погибли, погибли все хвойные породы. Поэтому было принято решение – это восстановление парка и восстановление хвойных пород. Мероприятие в рамках акции «Сохраним лес» открыло программу саммита «Россия-Африка». Он проходит под сопредседательством президента России и президента Египта. Ольга Десятого, Инга Габеша, телекомпания ФКТ. В порт Сочи в следующем году будут заходить шесть иностранных круизных лайнеров. Круизная компания «Азамара Круисес» в следующем году первая из иностранных компаний возобновит сообщение с курортом. Она намерена выполнить два рейса из Афин с заходом в Стамбул, Верну, Констанцу, Одессу и Сочи. Также в 2020 году в сочинский порт планируют заходить еще пять иностранных круизных лайнеров. Также круизное сообщение в Черном море по российским городам представлено лайнером «Князь Владимир». Его средняя загрузка за два года выросла с 48 до 61%. Всего было выполнено 49 рейсов, перевезено почти 16,5 тысяч пассажиров. Планируется, что в следующем году лайнер совершит шесть рейсов с заходом в порт Сухум, где для приема судна сейчас углубляют дно. В целом же в Краснодарском крае создадут рабочую группу по подготовке инфраструктуры Сочи и Новороссийска к приему иностранных туристов, путешествующих на лайнерах. А поезд Сочи-Краснодар вошел в пятерку самых популярных железнодорожных направлений. Об этом говорится в результатах исследования сервиса путешествий tutu.ru. Специалисты ресурса проанализировали оформленные билеты на поезда в нынешнем году. Самыми востребованными маршрутами стали поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Брянск. Четвертую строчку рейтинга занял Краснодар-Сочи, на пятом месте Москва-Воронеж. Если говорить о популярных заграничных направлениях, около 17% железнодорожных билетов были оформлены в Минск с отправлением из Москвы и Петербурга. Еще около 6% пришлось на маршрут Москва-Киев, на третьем месте Москва-Брест. В Краснодарском крае 28 октября завоют сиреной. В регионе пройдет проверка системы оповещения населения. Сирены зазвучат во всех городах и районах 28 октября в период с 10.45 до 12 часов. Это будет плановая проверка. На сегодняшний день в крае работают более 2000 устройств для предупреждения жителей о чрезвычайных ситуациях. Установка современного оборудования позволяет намного быстрее реагировать на возможные стихийные бедствия и информировать жителей. Кроме того, благодаря модернизации улучшается качество сигнала. К звуковому оповещению добавляется речевое. Расширяется и зона распространения сигналов в сельской местности. Успешные промышленные предприятия и новый спорткомплекс губернатора Краснодарского края встречали сегодня в Армавире. Главе региона показали производство, получившее государственную поддержку. На бывшем заводе по переработке лома теперь льют посуду. Фабрика поставляет продукцию не только по Краснодарскому краю, но и в Москву, Ставропольский край, Ростовскую область и еще ряд регионов. Развитие обеспечивается высоким спросом. Почему мы говорим про малый и средний бизнес? Пока они сегодня средние. Они очень быстро, быстро отвлекаются на спрос, который есть на рынке. И быстро его творяют. У них запрос на блинницы. У них блинницы. На чугунки. У них чугунки. У них сковородки разных размеров. У них ассортимент. А это сегодня главное преимущество малого и среднего бизнеса. Максимально быстро отвлекаться на спрос рынка. И вот сегодня в этом для нас приоритет. Малый и средний бизнес. В прошлом и нынешнем годах предприятие приняло участие в конкурсе «Сделано на Кубани». Благодаря льготному займу по краевой программе «Бизнес-оборот» предприниматели планируют увеличить объем выпуска посуды в два раза. А на этом производстве мебели и комплектующих уже строятся новые цех и склад. Губернатору показали ассортимент производимой продукции. Среди заказчиков – крупнейшие торговые сети. Завод входит в пятерку предприятий по объему производства столешниц в России. Рабочая поездка продолжилась встречей с жителями Армавира в Доме культуры. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин В Тихорецком районе построят офис врача общей практики, а в Краснодаре откроют поликлинику в густонаселенном районе. Такие решения были приняты во время личного приема граждан, который провела замглавы региона Анна Менькова. Всего навстречу рассмотрели пять вопросов. В основном они касались благоустройства школ и медицинских учреждений. Например, Ольга Федосова из станицы Юго-Северной Тихорецкого района попросила построить новую амбулаторию или капитально отремонтировать старое здание, поскольку оно было возведено еще в конце 80-х. Сейчас помещение работает. Там недавно сделали текущий ремонт, поменяли кровлю. На постоянной основе принимают пациентов терапевт, стоматолог и педиатр. На данный момент уже принято решение, что рядом с амбулаторией построят полноценный офис врача общей практики, но только в 2022 году. Анна Менькова попросила ускорить процесс. Она у нас в нашем проекте, мы ее видим в 2022 году, но постараемся сделать все возможное, чтобы уже в 2021 году у вас уже был новый офис врача общей практики. Вот я поняла, что сейчас амбулатория работает. То есть там чуть-чуть ее подкрасили, подбелили где-то. Она в рабочем состоянии. И на амбардный замок ее завтра не закроют по причине того, что она там была в аварийном состоянии. Мы можем, а Ирина Николаевна, как-то подвигаться все-таки на годик. Побыстрее это сделать. В мае следующего года ждут открытия и жители Краснодара на улице Лавочкина. После капитального ремонта распахнет свои двери новая поликлиника. Это помещение городу подарил застройщик около двух лет назад. Сейчас здание проходит экспертизу. После реконструкции для учреждения закупят оборудование и технику. Как подчеркнула вице-губернатор, поликлиника необходима жителям микрорайона, поэтому сроки нельзя затягивать. Вакцинацию против гриппа прошли почти 53% жителей Краснодарского края. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор. За последнюю неделю в медучреждение Краснодарского края с признаками ОРВИ обратились более 1700 человек. При этом грипп ни у одного пациента не диагностирован. По данным Роспотребнадзора края, эпидемиологический порог не превышен. Врачи отметили, что немалую роль в этом сыграли профилактические меры. Уже привито 2 миллиона 900 тысяч человек. Это больше половины населения края. Обязательно вакцинироваться рекомендуется детям, пожилым людям, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями, а также педагогам, работникам общепита, транспортникам и самим медикам. Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до года. Прививочная кампания продлится до середины ноября. Специалисты Министерства здравоохранения поясняют, что вакцинация – это простой, максимально безопасный и эффективный способ защиты от заболеваний. Космонавты тренируются в Сочи на базе МЧС. В организации помогают 40 специалистов Южного регионального поисково-спасательного отряда. Кандидаты в космонавты отрабатывают действия экипажа в случае нештатной посадки в горах или на воду. Тренируются и те, кто встречает космонавтов как на суше, так и в море. Ведь экипаж нужно поднять на борт вертолета. Первый этап тренировок проходил в районе поселка Красная Поляна, следующий – в акватории порта Эмеретинский. Главная задача экипажа – научиться технически грамотно покидать аппараты и дождаться спасателей на воде. Для этого космонавты переодеваются в теплозащитные гидрокостюмы, связываются страховочными канатами, чтобы волна не унесла людей на большие расстояния друг от друга. И вот так на воде нужно установить радиосвязь, подать сигнал и даже поесть, если предстоит долгое ожидание. Также космонавты учатся плыть в связке в сторону берега несколько километров. Для обеспечения безопасности рядом находятся спасатели МЧС с водолазным оборудованием. Дежурят катера и аварийно-спасательный автомобиль. По планам Роскосмоса такая подготовка кандидатов в космонавты, а также астронавтов Международной космической станции будет проходить регулярно. Студенты учреждений профессионального образования Краснодарского края показали свою финансовую грамотность. Сегодня в Сочинском государственном университете прошла Краевая Олимпиада. Эти ребята точно знают, как считать свои деньги, защитить себя от мошенников, копить сбережения и что такое инвестиции. Студенты разных колледжей Краснодарского края объединились в команды, чтобы показать свою финансовую грамотность. Олимпиада проводится на площадке Сочинского государственного университета второй год. Роль университета – это образовательная роль. То есть мы, основная цель вообще Олимпиады заключается в том, чтобы повысить финансовую грамотность студентов, причем не профильных, не экономических направлений специальности подготовки, и, соответственно, повысить собственную безопасность финансовую студентов, повысить интерес молодежи к этим вопросам. Олимпиада по финансовой грамотности входит в федеральный проект и краевую программу социально-экономического развития Краснодарского края. Сегодня свои знания демонстрировали студенты колледжей края. Они отвечали на вопросы тестов и участвовали в квестах, а оценивали их представители крупнейших банков России и Министерства экономики Краснодарского края. Молодежь – это наша основная категория, которую нужно готовить к жизни и которые должны пользоваться услугами. Если касаться вузов, то на сегодняшний день у нас в Краснодарском крае уже часть вузов и часть СУЗов пришли на проект совместно с кредитными организациями, так называемый кампусный проект. То есть тогда, когда карта уже играет роль не только платежного инструмента, она играет роль уже пропуска в здание, в библиотеку, в общем, дополнительные сервисы. И сегодня учить этому необходимо обязательно. Конверты с заданиями в следующий раз в этих кабинетах будут открывать 25 октября. Свои знания в области финансов продемонстрируют студенты высших учебных заведений Краснодарского края. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи начнет работу представительство Русского географического общества. Такое же подразделение откроется и в Новокубанском районе Краснодарского края. Руководить сочинским представительством будет заместитель директора орнитологического парка Лев Шагаров. В Сочи реализуется целый ряд масштабных проектов. Здесь проходят церемония вручения национальной премии в области географии и экологии «Хрустальный компас». Кроме того, был организован ряд фотовыставок медиапроекта Русского географического общества «Самая красивая страна». Прошла презентация проекта «Наследие Русской Америки». Также в Сочи создадут совет по устойчивому развитию Красной Поляны. Его цель – разработать концепцию дальнейшей работы курорта с учетом интересовых жителей и предприятий, и экологов. В Сочи привезли икру и рыбу камчатскую приобрести дары моря, а это 45 видов рыбы. В том числе самый крупный тихоокеанский лосось можно в выставочном центре «Гранд» отеля «Жемчужина». У стенда икра и рыба камчатская традиционно многолюдна. Эта продукция уже проверена сочинцами и пользуется огромным спросом. Здесь можно приобрести более 45 видов рыбы, добываемой на Камчатке. Это знаменитая чавыча, белорыбица, а еще белуга, нерка, окунь, корюшка, омуль и палтус. Огромный выбор слабосоленой рыбы, холодного и горячего копчения. Но все же хит-продаж – это чавыча – самый крупный тихоокеанский лосось. О полезных свойствах царицы лососевых сочинцы наслышаны. Рыба – это не только вкусный, но и полезный продукт. Источник жирных кислот омега-3. Они необходимы для сохранения острого зрения и правильной работы сердца. В рыбе и достаточное содержание белка, строительного материала, мышечной ткани. В продаже есть также икра чавычи – свежая, без добавок, и по ценам производителя. Благодаря компании «Край рыба Камчатская» горожане могут побаловать себя камчатскими деликатесами дважды в год. «Нам очень нравится эта продукция. Она всегда качественная, свежая. Ну и не так легко найти такую точку в городе, чтобы именно от поставщика. Да уже года четыре, как прихожу, хожу. Все начинается с селедки. А потом уже тут походу добавляется. Все вкусно, хорошее, всех приглашаю. Я очень люблю эту компанию. И каждый год, по два раза даже в год, прихожу и покупаю именно в этой компании. Редко бывает такая возможность вкуснятины поесть. Здесь же все деликатесно, грубо говоря. В Сочи-то не продается такого. Вот и приходим на ярмарку». Доставляют дары Камчатки в Сочи на самолете в специально оборудованных холодильниках без заморозки с сохранением всех полезных свойств. Приобрести такую продукцию можно на стенде компании «Икра и рыба Камчатская», которая работает в рамках выставки ярмарки «Православие» до 27 октября. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й, кнопке и теле, пакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.